В рабочей форме со свистками и профсоюзными флагами железнодорожники прямо от вокзала несколько километров шли к Министерству инфраструктуры. К властям у них целый список требований. Первое. Требуем повысить заработную плату не менее чем в три раза. Низкие зарплаты – самая наболевшая тема. Говорят, все вокруг дорожает. Еще два года назад цена доллара взлетела в три с половиной раза, а за труд платить больше не стали. Буквально четыре года назад у нас была зарплата 500-600 долларов, а сейчас 200-250 за счет скачка курса. Осень, зима – нужно платить за коммунальные услуги. Этих денег просто не хватает. А у каждого же еще и семья есть. Помимо низких зарплат, возмущают людей и условия труда. Все эти женщины работают проводниками. Журналистам они рассказывают то, о чем руководство говорить запрещает. Из-за того, что вагоны старые, зимой их невозможно прогреть, а летом охладить. Но, говорят, начальников поездов заставляют отправлять в рейс неисправные составы. Работники ЖД признаются, часто им просто страшно садиться в такие поезда. У нас температура в кабине машиниста достигает 60-70 градусов. Вы можете себе представить, в каких ужасных условиях приходится работать? Умереть можно. Мы по очереди с машинистом выбегаем подышать в тамбур. Несколько часов железнодорожники свистели и гремели. В итоге к журналистам вышел первый заместитель министерства. Он пообещал выбрать нескольких представителей митинга и посовещаться с ними без камер и в более спокойной обстановке. Однако предупредил сразу повышать зарплаты и менять поезда не в их компетенции, говорит госпредприятие. Украинские железные дороги Укрзалезница – публичное акционерное общество и должно само себя обеспечивать. Плохо, что не все эти вещи слышат в Укрзалезнице. Мы можем только выстроить так называемый мостик между людьми и их начальством, чтобы те вещи, которые там не хотят слышать от них, услышали от нас. Однако митингующие уверены пришли по адресу, так как неисправные составы каждый день перевозят сотни тысяч украинцев. А это уже вопрос национальной безопасности. Поэтому требуют вмешательства правительства. К тому же люди утверждают, во время митинга глава Укрзалезницы был у министра на совещании в этом же здании. Это уже не первая акция, которую железнодорожники проводят под министерством инфраструктуры. Но говорят, пока что от этого в их работе ничего не изменилось. Обещают, если же и на этот раз руководство их не услышит, далее будут действовать более радикально. Если наших требований не выполнят, мы будем перекрывать дорогу прямо под министерством. А дальше перекроем железнодорожный вокзал и устроим техническую забастовку. Мы просто откажемся ехать в поездах, которые давно себя износили. Юлия Горичева, Артём Михайлов. Настоящее время. Киев.